так вот вкратце о том о чем сейчас пойдет речь я не пытаюсь рассмотреть вообще все минералы я хотел показать о том какие минералы нас окружат с точки зрения того как мы можем их применять с минимальными что ли преобразованиями да то есть сейчас не пойдет речь о каких там рудах из которых там выплавляют железо проще и наверное бесхитростнее вот что мы можем увидеть или что мы можем применить для себя буквально вот найдя этот камень где-то на дороге вот другое то что у нас на дороге чаще всего они не валяются вот в некоторых местах ну там чуть подальше например на урале где-нибудь иногда можно найти такое и буквально вас под ногами и собственно начнем мы с того а что такое минерал есть версии вот что что мы берем в руки и угарим ох вот этот мир а вот это нет какими свойствами должен обладать этот вот объект что это что-то природное еще постоянный химический состав и еще одна еще один критерий очень важный вот совершенно верно кристаллическая решетка то есть минералом мы называем твердое тело на обладающие постоянным химическим составом природным происхождением и кристаллической структуры вот сразу возникает вопрос а там искусственные алмазы например или искусственные рубины они чё теперь не минералы что минералы потому что мы когда их производим мы моделируем процессы происходящие в природе мы делаем аналог того что делает природа поэтому все искусственные минералы мы можем точно также относить к этому виду если посмотреть да вот в этом году 150 лет таблицы менделеева все вокруг состоит вот за эти химических элементов каких-то больше каких-то меньше и когда они слагают какую-то упорядоченную структуру внутри себя тогда мы как раз и говорим что это кристаллическое вещество вот там сверху решеточка кристаллическая вот снизу как раз примеры кристаллов а вот нижний ряд посмотрите это же тоже твердое вещество смола воск пластилин а может твердые но эти вещества кристаллической структурой не обладают поэтому мы считаем их ну точно как оконное стекло здесь вот сзади не обладает кристаллической структуры а значит это не минерал это может быть какое-то химическое соединение твердый раствор твердый расплав но это не минеральное вещество ну и понятно да как преобразовать одно в другое нагреть сначала у нас твердое вещество расплавится разрушится те самые жестко упорядоченные структуры кристаллической решетки но если его еще дальше нагревать ну она просто вскипит испариться период вообще в пар а если чё дальше там вообще в плазму но это мы оставим за скобками нас диалогов это состояние уже совсем не интересует ведь скорее к странам вам чё там в звездах творится так вот на самом деле это самая простая схема потому что если брать более сложные вариации строения вещества тут здесь слайд из лекции артема аганова который читал и примерно 10 лет назад в политехе выделяется еще так называемая квазикристаллическое состояние когда мы получаем новые упорядоченные структуры из уже известных химических элементов которые не встречаются в природе и вот например там замечательный такой многоугольник из пятигранников видите на фотографии природе пятигранной симметрии в неживой природе не существует не встречается вообще а значит это вещество скорее всего искусственно полученное ну собственно что и доказывал артем на лекции ну и помимо этого есть еще там так называемые софт мета полимеры жидкие кристаллы то что сейчас является как бы передовыми технологиями уже до получения вещества но опять же здесь скорее уже не к нам вопросы а к тем кто это производит как это получается и что из этого потом производят нас интересует именно кристаллическое вещество минералов и понятно что если мы рассматриваем минеральное царство то это так или иначе всегда кристаллы они могут быть совершенно разные формы да вот здесь сверху замечательная д д к и др гранатов да вот шестигранные изумруды вот внизу здесь две штуки где-то опять же шестигранные но только другую форма кварц или вот на верху там вот справа у вас замечательные кристаллик алмаза висит вот то есть это все как бы идеальные формы когда у вещества достаточно прочные химические связи когда она быстро и легко кристаллизуется из раствора или расплава мы получаем такой вот замечательный красивый хороший кристалл чаще всего в природе мы встречаем это вещество либо в виде кристалликов очень маке мелкого размера как например вот вот штукатурка вот вокруг если присмотреться в ее составе тоже минеральное вещество которое просто очень мелкими кристалликами и без микроскопа не видно но если взять хороший микроскоп то вот что-то подобное вы там наверняка разглядеть просто может быть не сразу и как раз как где мы применяем те или иные минералы в частности часть из них мы приняем мы применяем в пищу вот следующие два минерала это то без чего мы с вами жить не вообще не можем не бывает вот есть какие-нибудь догадки предположения сахар только не минерал хорошо соль это правильный ответ но только один из двух что такое а вот вот получилось лед академик вернадский в свое время считал что вода как таковая до минерал являться не можем вспоминаем определение до твердое вещество но когда вода кристаллизуется мы получаем лед и лед вернадский уже относил к минералам минеральному царство правда он по этому поводу долго ругался с академиком ферстманом который берутся не ребята это это все придумали но в итоге значительная часть минералов до сих пор считает лед одним из минералов и вот здесь мы видим прекрасные скелетные кристаллы а я понял что там было прекрасные скелетные кристаллы снежинки да и вот они же внизу две фотографии они же под электронным микроскопом вот если вы присмотритесь везде шести лучевая симметрия очень хорошо проявленная больше того самоподобие кристаллических структур которые тоже обусловлены именно закономерностями строения кристаллической решетки ну опять же без этого минерала жить вообще нельзя причем не только нам вообще на этой планете никому второй минерал совершенно правильно было замечено это соль обычная поваренная соль которая кристаллизуется я что ли опять фоню на дне океанов и морей при точнее выпаривание морской воды ну и в дальнейшем вот сверху видны кристаллики да вот здесь тоже замечательные кубические кристаллы но еще один такой момент касающийся именно кристаллической структуры если вы возьмете даже хорошую увеличительность стекло и посмотрите на содержимое собственной солонки вы увидите чтоб вся соль поколота кубиками всегда дело в том что опять же в зависимости от строения кристаллического здесь есть ослабленное направление по которым именно эта соль и колется в первую очередь и так получается что у нее и форма кристаллов и обломки этих кристаллов одинаковой формы и очень часто встречая где его уже боюсь встречая значит вот отдельный кусочек мы не можем сказать исходное это что было это было хорошо давайте попробуем поменяться да так нам может даже получше будет кстати знаете возможно из-за того что там батарейка садится встречая отдельный вот этот кубик соли мы не можем зачастую сказать вообще исходное это целиковый кристалл или кусочек из него пока не встречаем это в какой-то породе или в виде там кристаллических выделений друз или живот но так иначе больше никаких минералов есть не стоит вот 2 достаточно с другой стороны многие минералы имеют применение в например медицине и косметике сразу оговорюсь сейчас что это не единственное применение тех минералов которых я буду говорить дальше но это те самые случаи когда мы можем применять их ну буквально вот найдя на дороге и в первую очередь замечательный минерал нашатырь это вещество образует собственные кристаллы природного происхождения ну и если вам доводилось нюхать нашатырный спирт вот запах примерно такой же вот единственное что его там ну там в порошочек растереть там развести с чем-нибудь вот собственно единственное что для этого нужно сделать но кроме этого понятно что нашатырь прим применяется там при пайке разных радиоэлектронных приборов может опять же применяться при изготовлении батарей батареек гальванических элементов ну и опять же это готовое практически азотное удобрение его там размешать и и вот пожалуйста будут хорошие урожаи еще один минерал минерал из группы циолитов алунит вообще как и многие другие циолиты это замечательный ацербент и в свое время когда это свойство вспомнили то есть его сначала так применяли потом на какое-то время перестали применять да но потом вспомнили и вот сейчас даже многие дезодоранты которые мы используем в обычной жизни идут с примесью ну или с какой-то компоненты алунита потому что его ацербирующие свойства весьма и весьма хороши кроме того именно это же свойство помогает пользоваться им для например вот при ангине до рот полоскать вся эта гадость она спокойно значит вымывается из организма вот идеальный кристалл вот значит наверху наверху слева наверху справа там уже как бы готовый к применению такой шарик алумит алумит а чаще всего он встречается вот вот эти вот такая порода породы и в них это мелкая такая вот вот мелко кристаллическое что-то такое вот вот таким образом он встречается в природе вообще все минералы группы циолитов характерные вот этими ацербирующими своими свойствами и в частности вот из других минералов группы циолитов делается силикагель верхняя фотография справа он служит для того чтобы его добавляют в коробочке с электроникой да он влагу впитывает из воздуха чтобы никаких капелек там не техника не испортилась при включении в частности ну и опять же извините наполнители кошачьих туалетов тоже из него же единственное что с ним делают это измельчают в порошок идут просто перепрессовывают в гранулы чтобы удобнее было этим пользоваться еще один замечательный минерал минерал борит сульфат бария он же имеет такое народное название тяжелый шпат он реально тяжелый вот дело в том что этот минерал не усваивается вообще никак не усваивается человеческим организмом и он хороший поглотить рентгеновских лучей и когда нужно на рентгеновском аппарате увидеть кровеносную систему раствор мелко перетертого борита просто вводят в крови в кровеносную систему он постепенно оттуда потом сама выводится из организма никак на наш организм не влияет тем не менее все кровеносные сосуды на аппаратах рентгеновских становятся хорошо видны вот это стандартные опять же применение ну и опять же он помимо медицины применяется еще например прибурение скважин для того чтобы буровой раствор был более тяжелым и меньше закипал что ли да меньше нагревался при высоких температурах утяжеляет и так далее еще один замечательный минерал это тальк благородный тальк выглядит вот так как на фотографии сверху слева он действительно очень красив такой нежный голубовато-зеленый цвет он очень приятен на ощупь такой слегка мыльный его собственно и называли достаточно долго мыльным камнем однако стоит его опять же перетереть просто в порошок и это готовая детская присыпка основной из компонентов пудры его же им же пересыпают резиновые всяческие изделия чтобы они друг с другом не слипались его же используют гимнасты в качестве смазки турников и прочего там грифа штанги вот это все он же кроме того ну в технике он также используется как смазочный материал казалось бы твердое же вещество кристаллическая структура он нет он настолько мягкий и настолько вот скользкий на ощупь что его по-другому применять даже уже по ому не пытаются хотя надо сказать что когда-то а нет чем до в таблеточках глюконат кальция да тоже он идет то что кальций из талька может который нам в качестве примесей идет может усваиваться организма и кстати известны случаи когда большое количество месторождений только на урале когда хлеб продавали еще вот по весу да не стандартные буханки как сейчас выпекали по весу и вот сколько весит хлеб на штурка значит и платишь вот тальк добавляли в муку он же камень уже тяжелый и в итоге стандартная буханка весила не в полтора ну там на 20 процентов больше а значит на 20 процентов больше денег но правда это достаточно быстро поняли и научились этому как-то противостоять еще один замечательный прекрасный минерал это гипс вот сверху справа виден монокристалле гипс такой ромбик торчащий прозрачный слева верхняя фотография вариация гипса гипс селенит тонкие буквально игольчатые кристаллики сросшиеся друг с другом как вот буквально доски в заборе вот абсолютно параллельно друг другу и за счет этих вот кристалликов за счет их преломление света на их гранях он приобретает очень характерный шелковистый блеск вот сильно смотришь него как шелковая ткань переливается из за этого его любят использовать как поделочный материал он мягким буквально даже ногтем царапается не говоришь о том что там напильником или обычной ножовкой по металлу его можно напилить а потом приполировал и вот он блестит такой красивый и замечательный бывает еще розоватого оттенка из-за примеси железа вот но это часто встречается чаще правда мы гипс видим уже не в виде кристаллов а а в виде вот пожалуйста гипсовых статуй гипсовой лепнины гипса на поврежденных конечностях и вот кстати компоненты штукатурки вот он вокруг нас буквально так что ж такое то о следующее применение минерала строительство как бы гипсов так вот передает до от медицины к строительству до от сломанных конечностей к лепнине на потолке и здесь в первую очередь необходимо сказать о но это не минерал это в общем-то горная порода уже эта смесь трех разных минералов кварца опала и халцедона у них у всех одинаковые основы силициума 2 но там где-то добавляются несколько молекул воды и вот получается такой набор из трех минералов что вот все они вскрыты кристаллическом состоянии в очень мелких кристалликах то бишь слагают такую породу как кремень и яшма сразу оговорюсь чуть вперед что важно это минерал очень прочный у него очень большая вязкость его очень трудно поломать с другой стороны он очень прочный он очень твердый он тверже железа то есть по кремнию вот обычный железный ножик он просто пишет как мел по доске а кремню от этого ничего то есть очень удобная штука для как раз изготовление орудий труда но да и вот кромка режущая острой при острые отщепы она очень долго сохраняется в таком вот виде этим собственно и пользовались первого еще с первобытных времен что характерно что характерно если взять так развитие технологии вообще мы сейчас с вами возвращаемся к этому же керамические на живу на кухне у многих есть то это вот почти то же самое только но опять же чуть-чуть другая технология уже новый виток но да и так лишь скоро в каменный век обратно вернемся полностью еще один минерал тоже весьма распространенный у нас на урале это серпентин ну или порода из него серпентинит долгое время использовался как такой порода для создания аптекарской посуды частности ступок для перетирания всяких элементов в какие-то порошки там мази и таблетки последнее время больше используется в качестве поделочного или облицовочного материала в частности на многих станциях московского метрополитена вот зелененькие такие плиты это либо зеленый мрамор с примесью чего-то такого либо сейчас к сожалению запамятовал на каких станциях вот там именно серпентин в качестве облицовки используется но опять же как и кремень он довольно вязкий он хорошо держит форму ну и его ближайший родственник азбест это вообще уникальная штука это природное минеральное волокно вот такое же как вот в хлопке вот этих коробочках растет только на биологическом происхождения а здесь геологического а значит если это волокно из волокна можно сделать нить из нити можно сделать ткань и она не будет гореть потому что она камень как вам камень из которого делают тряпочки ничего тогда хорошо получается так вот этим свойством воспользовался еще демидов при петре известная история когда демидов вот из такой вот азбестовой ткани сделал буквально скатерть и после обильного пирога она вся была заляпана там насчет остатками еды и жиром он просто взял и швырнул ее в камин в огонь вся органика выгорела он достает ее там значит вот встряхнул опять беленькой все накрыли заново замечательно все двух все бы было хорошо но есть маленькое такое нехорошее но азбест производит довольно много мелкой пыли и она оседая в легких оттуда уже не выводится и поэтому скажем город на урале который так называется азбест из-за того что там месторождение где добывают собственно этот замечательный минерал славится своими легочными онкологиями легочной онкологии вот с другой стороны пока у нас вами не развилась технология полимеров до костюма пожарных шились именно из азбестовой ткани где азбестовая нить чередовалась с обычных хлопковой и они тоже держали температуру они не горели еще раз то что они каменные но это надо сказать уникальное вещество в природе ну еще один пример точнее два примера подряд это уже скорее горная порода но она мона минеральная на из одного минерала состоит мрамор состоит из кальцита довольно распространенного в земной коре минерала и вот здесь мы видим и опять же статуи мраморные и облицовку и колонну вот все что буквально душа пожелает еще один такой же пример это яшмы частности наши уральские яшмы очень известная и вот в эрмитаже буквально вот стоит такая вот замечательная ваза огромного размера сделанные буквально из единого монолита еще раз все что нужно было сделать это вот добыть кусок породы аккуратненько убрать все лишнее как говорят скульпторы да мы ничего не придумаем просто убираем из камня все лишнее вот получается такая красота и это довольно распространенный опять же облицовочный поделочный строительный не знаю как это лучше назвать материал наверно про правильнее назвать поделочным кроме этого многие минералы имеют такое хорошее применение физики и проборит я уже говорю как рентгенопоглотитель да еще один минерал вот тот же самый кальцит из которого состоит мрамор из которого состоит известняк из которого сейчас сделано половина раковин двустворчатых воллюсков которые на пляже в море находятся кораллы они все из него так вот если кальцит растет в условиях где им хорошо и комфортно и вырастает большими крупными кристаллами без примесей он оптически прозрачен вот больше того он обладает особым свойством двойного луча преломления когда один пучок света вот там внизу справа картиночка проходя через вот этот оптический прозрачный минерал раздваивается на два пучка и именно за это его ценят оптики в частности это позволяет нам получать например микроскопы у которых объектив один а окуляров два то что два разных пучка с помощью системы зеркал передаются в два разных глаз опять же смотрим мы в один объектив вот и здесь как раз примеры двойного луча преломления везде показано а вот там под надписью не знаю видно вам он тоже белый белый на белом как раз крупные кристаллы этого самого кольца еще один минерал слюда точнее слюды это целый ряд минералов начнем с того что опять же привет в строительству да когда не умели варить стекло в богатых домах на руси вместо стекла вставляли вот в переплеты пластиночки следы и тоненькие у нее особое свойство она скалывается тоненькими тоненькими пластинками а так что свет пропускают пропускают температуру держит держит еще и не бьется только гнется вот в этом направлении все идеальная штука вот и да а месторождение крупных кристаллов слюды ближайшие от нас это карелия причем южная карелия не так далеко от новгорода к вообще сколько километров 400 наверное то есть это стоило дорого но это стоило того больше того один из минералов группы слюд так и называется мусковит от искаженного московия ну что из московии доставляли но товар был стратегическим дорогим и доставался далеко не всем но в дальнейшем выяснил что помимо этого замечательного свойства пропускать свет у него есть еще одно замечательное свойство он не пропускает ток слюда диэлектрик причем очень хороший диэлектрик и опять же до развития вот полимеров и современных технологий еще в 60-х годах двадцатого века обкладки конденсаторов делались именно из тонких пластинок сюда и вот потому что диэлектрик иногда из-за неоднородности кристаллической решетки возникал пробой вот там да там конденсаторы чуть ли не взрывались ну потому что пробивала как раз вот эту самую тоненькую тоненькую пластиночку еще одно важное свойство слюде можно придать практически любую форму она мягкая она отрезается легко ну и последнее наверное из способов применения минералов это для красоты ну и начнем с классического до драгоценные камни на вот сапфир рубин ну про них следующий товарищ расскажет лучше поэтому не буду про них ничего пока говорить оставим вот видите ты даже текст убрал лишний чтобы не спойлерить изумруд александрит это разновидности берила алмаз ну я не стал его сюда тоже да тоже разновидность углерода кстати смотрите графит черный мягкий ну пожалуй из природных веществ один из самых мягких и алмаз прозрачный белый и опять же из известного в природе самые твердые вообще вещество химически одно и то же это чистый углерод вопрос только в том как составить из этих вот атомов вот эту вот кристаллическую структуру вещество тоже для химиков абсолютно одинаковы а для нас разное это два разных минерала но с драгоценными камнями это конечно хорошо только они же редко встречаются гораздо чаще мы видим что-нибудь вот такое это как раз халцидон опал и кварц здесь представители одного и того же семейства вот если они мелкими кристалликами и в породе ты это либо яшма либо кремень а когда кристаллики достаточно крупные вот как например на нижнем правом да там прямо видно эти отдельные кристаллики в животе и вот сверху справа тоже хорошо видно полупрозрачный благородный опал сверху в центре замечательная в том числе даже рисунки картинки буквально кажется что это кто-то сделал нет это природное соединение она так выросла вот и не говорю о том что вот на нижней левой картинке но я не знаю я не мог не ставить от презентации сами понимаете тем более когда она уже практически заканчивается и если уже говорить о красоте то нельзя не сказать о минеральных красках и вот здесь три пристну как это мы привыкли до rgb до красный синий зеленый вот пожалуйста красная киноварь еще с 12 века в китае использовалась в качестве красной туши зеленый малахит и синенький азурит но там не только эти на но это вот типичные представители минеральных красок опять же растерли в порошочек смешали с масляной основы и пожалуйста вот кстати опять же из интересных фактов да когда расписывали потолок сикстинской капеллы папа римский скупил весь лазурит в мире до которого смог дотянуться у него деньги кончились зато до сих пор с тех пор там не выцвело ни одного квадратного метра даже квадратного сантиметра потому что это минеральная краска чтобы она выцвела нужно разрушить кристаллическую структуру в отличие от современных полимеров так что эта штука она достаточно долговечна ну на этом все спасибо за внимание приходите как нибудь еще